снова всем добрый вечер наша недельная глава глава леха в принципе на этой неделе главе мы начинаем знакомиться зачем уже начали знакомиться на прошлой неделе с авраамом но здесь можно начинаем знакомиться детально по постановлением то есть по повелением всевышнего ему делает в ней ходит то есть призывает всевышнему и так далее так далее и как на прошлом уроке я занимался нохом его личностью и его особенности сегодня попробую немножко увидеть особенность авраама среди всех праотцов начнем мы с немножко затронем и самих праотцов а потом переключимся на самого авраама то есть мы как бы только усилим не будем говорить о событиях не по головы а больше спокусируемся о наши братцы и начнем с того что очень интересный момент начну я как прошлый раз сначала смешно а сейчас начну с молитвы мы в нашей молитве амеда шмунаэстры всегда нас начинается со слов с благословения называется праотцов который начинается слов и лукейну в лукей а вот и нурпе абрагам и лукей цхак в лукей яков да наш бог бог а праотцов наших бог абрама бог исхака бог я в принципе вроде понятно почему упоминается все три праотца потому что говорить идет о союзе союз который прошел через три праотца который все трое праотца какая один целая и в принципе это троица скажем так является цепью является династией через которой проходит как бы она амуда шедра нашего всего народа израильна всех поколений но непонятно почему по каждого по отдельности зачем напоминать каждого из трех по отдельности этот 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 это первый вопрос нужно разобраться еще кстати такой же вопрос под макс знаете где такой же вопрос поднимается когда мушер обейну гава получает то есть видит всевышнего введение несгорающего куста и всевышний то есть с ним разговаривает там и там тоже несколько раз повторяется перечисление про отцов по отдельности допустим у нас там сказано и сказал то есть когда мушер обейну то есть когда это увидел он сказал всевышний я господь бог отца твоего бог авраам бог исхака бог якова и сокрыл мушер своих религий называется ибо боялся смотреть на бога и так далее дальше там мы видим и сказал еще бог может так скажи народу израиля господь бог от отцов ваш бог и авраама бог исхака бог якова послал меня к вам и мое имя то есть это мое имя и так далее и еще дальше и иди собери старейшин израиля скажешь им ваш бог скажи им бог господь ваших праотцов то есть бог говорил открылся мне бог авраама бог исхака бог якова сказал то есть я пришел то есть пришло время вас избавлять он звучит тоже повторяется то есть по отдельности каждой из праотцов почему почему все три праотца упоминаются по отдельности почему не сказать то есть но тот же вопрос почему не вместе давай сначала праотцами разберусь потом на авраам переключился можно сказать что это выражает разные особенность каждого из праотцов и дело в том что каждый из праотцов учит нас другому то есть другим вещам другим особым качеством и разным стилем и видом поведения это кроме всего прочего каждого процесса свое мы знаем что аврагам был хэсэ то есть для милосердия ицхак это был вура то есть да то есть было величие и яков тифер то есть красота более того то есть аврагам установил утреннюю молитву то есть молился утром то есть ицхак дневную молитву и яков ночную разные разные вещи которые не вложили то есть народ израиля так далее с разных аспектов но кроме всего прочего к есть очень особенно у каждого праотца каждый из праотцов они являлись очень важными отдельным кирпичиком строение народа израиля потому что все трое выбирали выбирали этот путь в отличие от потом то есть коллег то есть они не шли по прокатанному пути по рожному праотца уже скажем так родителями они сами строили свой этот путь изначально то есть дальше то есть допустим аврам там самая наша недельная голова авраам оставляет семью авра 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 оставляет все родину семью и тогда идет правда с племянником и так далее идет вообще другую страну выбор выбор не простой выбор выбор сделан ицхак и яков тоже самое они стоят тоже перед выбором у авраама есть ишмаэль и ицхак ишмаэль не Не сделал выбор, Шмайль пошел в другую сторону, Ицхак выбирает, берет на себя эту миссию. То же самое у Ицхака называется «Новей», «Яков» и «Исав». «Исав» не берет на себя эту миссию, наберет на себя эту миссию и «Яков» и так далее. В принципе, таким образом понятно, почему именно три праотца упоминаются в начале молитвы, потому что разные качества, и вот их все трое выбрали, а потом мы уже идем за ними, когда уже появляется 12 лет, то есть в принципе уже по пути осу. Все хорошо и замечательно, после этого мы все объяснили, теперь вернемся к Аврааму. Все хорошо и замечательно в нашей молитве. Упоминается три праотца. А чем заканчивается это благословение? Маген Авраам. То есть только Авраам. Есть только Авраам и нет ни упоминания никого из его сына, ни внука. То есть два основных праотца не упомянут. О, теперь вопрос. Почему только Авраама упоминают так? Если бы это было просто сокращение, то можно было сказать, ну хватит уже всех сокращать, можно было бы сказать «Илуке Авраам Сакви Яков». Или там «Маген Авраам Сакви Яков». Но так не сказано. Авраам написан один. Что это говорит? Что Авраам отличается от всех праотцов. Он стоит особняком. И, кстати, есть это ум источник, что действительно так. Есть источник в трактате «Ксахим». Гмара нам приводит следующее. Она говорит так. Это что мы говорим «Бок Авраам». Это что мы говорим «Бок Авраам Сакви Яков». Это что мы говорим «Бок Авраам Сакви». И сказано в стихе «И будь благословенна тебе». То есть ты будешь благословенна. Это сказано про Аврааму. То есть с тобой заканчивается благословение, но не всеми остальными. Окей. Теперь нам нужно попробовать понять, что особенно в нашем праотце Абрагаме, что отделяет его от его сына и внука, от других двух праотцов. То есть по-настоящему Авраам очень сильно отличается от своего сына и внука тем, что он, скажем так, его действия, они двойны. Они несут двоякость всегда. С одной стороны он строит, начинает строить династию. То есть в принципе он начинает строить народ, начинает строить народ Израиля, который будет заниматься народом, то есть многими вещами, которые связаны с народом. С другой стороны он обращается ко всему миру. Давайте немножко детально это разберем. Авраам, он основатель народа. Спора нет, правда? То есть он первый, кто начал, он заключал союзы, он заключал союзы, что будет с народом, где образуется народ. Вот это второе, как называемое, которое мы будем читать, то есть союзы рассечения, союзы обрезания, которое происходит, союзы с землей и так далее. То есть в принципе закрываются и духовные аспекты, и аспекты земли, и потомства. И самое главное, естественно, ответственность Авраама за то, каким путем пойдут его потомки, что они будут нести и так далее. То есть в принципе это будет династия, которую будет нести цдокау мишпад. Мы об этом учили, когда мы учили. Цдокау мишпад – это милосердие и справедливость, или справедливый суд и правосудие. то есть в принципе милосердие и правосудие это то, что они будут нести, справедливость будут нести это то, что мы учили, когда мы в поисках еврейских ценностей нашим, то есть мы это сильно раскрывали это то, что он делает, и это очень-очень критический момент, очень критический то есть задача очень важная для Авраама, вплоть до того, что мы знаем что Авраам периодически спрашивает Всевышнего то есть что и лоза или езер он хочет передать он постоянно ищет то есть дальше, кто продолжит эту идею, кто сделает династию кто продолжит династию, то есть то, что он начал это было фундаментально важно заложить этой основой и продлить дальше это с точки зрения народа, образования народа с другой стороны Авраам не оставляет свои задачи другие по отношению к другим народам мира есть Медраж известный что он взял это нефиш ашерасуба харан то есть да, мы сейчас откроем нашу главу то есть да, то мы увидим, что он взял это нефиш ашерасуба харан то есть да, души, которые сделал в Харане какие души он сделал в Харане говорит Медраж это гераль то есть чем занимался Авраам Авраам не кстати, то, что мы говорили на прошлом уроке в отличие от Ноа Ноа, он такой вот занимался очень пассивно работал Авраам был очень активен Авраам, он не только нашел правду, нашел истину но он ее открывал и всему миру я понял, что он занимался он учил народы то есть любого человека то есть людей, которые вокруг него о монотеизме о единобожии открытии Всевышнего о том, чтобы они оставили идолы чтобы они начали вести себя как нормально чтобы они были люди справедливые и так далее и он вокруг себя его самым главным учеником очень близким был кто? Домесик Элизер который был его рабом то есть в принципе это был человек, на котором держался весь дом но вокруг него было очень много-много-много-много людей более того, то, что он занимался Гиуром Гиуром, имеется в виду не Гиур в нашем понимании еще тогда Тородана не был то есть понятия Гиуры не было понятия Гиура тогда Герим это пришельство то есть принц имеется он их переводил через от через Рубикон так называемый назовем это Рубиконом но неправильно он их переводил через ту реку которую перешел он он стал ивры он то есть Брал их от общества до поклонников и приводил их в Бог. Это было очень важно. В принципе, он распространял свет и для народов мир. В принципе, это миссионерство. Это миссионерство. Что такое миссионерство? Миссионерство – это миссия, несущая. Но они совсем немножко другое. Миссионеры пытаются делать несколько некрасивых вещей. Авраам никогда в жизни некрасивых вещей не делал. То есть, в принципе, Авраам прекрасно понимает его обязанности по отношению к миру. Ему понятна его задача, его место в этом мире. То есть, он должен провозгласить и привести имя Всевышнего в мир, и чтобы народы обратились к Всевышнему Никитову. Как сказано, в неверху кбиха коль мишпаход га адама. То есть, посредством к нему. И Авраам исполняет областновение. И несет, скажем так, этот флаг. Ну, сэгадегир на еврейке называется. В принципе, и это для него очень важно. Теперь. И это то, что отличает его от всех остальных правоцов. То есть, Авраам обращается, он строит свой дом и обращается наружу. То есть, да, наружу, то есть, он открывает цвет. С другой стороны, Ицхак и Яков нет. Они занимаются именно только построением внутри дома. Они занимаются, то есть, в принципе, дом. И Яков это очень ярко. То есть, в принципе, можно обратить внимание, что Яков колено и все занятия с ним. То есть, в принципе, он строит Кнессет Исраэль. То есть, в принципе, это появляется огромная семья Якова, которую она, в принципе, народ Израиля и сделала. У него отходов не было. А Ицхак, обращая внимание, Ицхак вообще даже за границу у него ходит. Ицхак сосредоточен на духовном развитии и базисе внутри. То есть, называется семьи. И этим он занимается постоянно. У него почти нет контакта небольшой. То есть, там с ней время чуть-чуть. Но глобально он, в принципе, находится внутри себя. И теперь можно понять, кстати, эту молитву, которая у нас происходит. Молитва, начиная с трех парацов, заканчивая с Абрама. Мы начинаем молитву, выходя изнутри себя. Изнутри. И идем, то есть, сначала мы в себе строим, в себе, то есть, внутри. И потом он обращается наружу. По этой причине, то есть, мы идем через тех трех парацов, которые работали внутри, на внутренними вещами. А потом остаемся только с одним. С Абрамом, который уже работает и наружу тоже. То есть, в принципе, поэтому заканчивается благословение с Абрамом. Абрамом, который, да, общается с народами. Да, несет народа мира. Абрамом, который, да, делает, скажем так, дьюр такой. То есть, в принципе, обращается наружу. Теперь давайте немножко подумаем. То есть, да, просто такая идея понятна. То есть, да, Абрам отличается. Теперь есть очень интересный момент сегодня. Есть сегодня люди, которые, скажем так, не совсем идут путями Абрагама. У нас есть два подхода сегодня. Есть люди, которые, скажем так, ставят в сторонку то качество и задачу Абрама как учредитель еврейского народа. То есть, в принципе, что они делают? Они космополитичны. Они говорят, то есть, в принципе, скажем так, поддерживают идею государства всех граждан. Они поддерживают идею и говорят, что народ Израиля – это не какая-то отдельная вещь. Это автономный или так далее. Нет. Кстати, есть книги даже по этому. Знаете, израильские, израильские психологи, которые пытаются стереть вообще, то есть, индивидуальность еврейского народа. Пытаются размазать ее философом и так далее. То есть, да, убирание и придумывание всевозможных народностей и так далее. То есть, пытаются убрать. И, в принципе, они не видят, что у народа Израиля есть какая-то особая задача. Причем-то евреи сами. То есть, да, и они на это кидаются. И то, что им важно, то есть, только универсальность – это то, что важно. Только взаимоотношением, то есть, да, с другими народами. То есть, да. И, в принципе, они видят еврейский народ, сами себя видят, как такой же народ, как все остальные. Как будто нет никакой разницы между ними и другими народами. Вообще никакой. И поэтому, по их мнению, они, мы должны постоянно обращаться к миру и быть только всегда светочем для народа. И никогда не заниматься нашими домашними, скажем так, проблемами, внутренними. То есть, у нас должно быть только Министерство иностранных дел, но Министерство внутренних дел не нужно. То есть, по их подходу. У нас все хорошо, нам не нужно это, никаких внутренних дел. С другой стороны, абсолютно противоположность. Те, которые говорят, мы с неевреями никаких отношений не имеем. Никакое это. Мы закрываемся внутри себя. Самое главное, это внутри народа еврейского народа. Если только еврейский народ, то больше ничего нет. Никаких, то есть, ничего, то есть, с евреями мы не будем контактировать. Принимать от неевреев что-нибудь. Да, ух, боже упаси. И так далее. То есть, только внутри, только внутри. Ни влияния, ни света, ничего. То есть, да, мы занимаемся только народом Израиля. Все вокруг народа Израиля. И, более того, мы не собираемся ни в коем случае никак нести нашу идею, наше божественное понимание народом мира. Никак, нигде и никогда. Как вы понимаете, из того, что вы выучили, ни тот подход, ни другой подход совершенно не соответствуют наследию Аврагама. Это не наследие Авраама, это его некачество, это не его подход. Потому что Авраам таки, да, идет и распространяет идею всему миру. Но вместе с этим он строит и развивает народ Израиля. То есть, в принципе, он развивает, то есть, строит и закладывает фундамент. Не народ Израиль, потому что народ Израиль еще не появился. Но он закладывает фундамент, то, что называется, тому, тем своим потомкам, которые станут народом Израиля. Причем, занимаясь базой их духовной, очень сильно закрывая то, закрывая это, закрывая это. Делая их народом особенным, у которых особые союзы со Всевышним. То есть, и то, и другое. Таким образом мы выходим, что мы должны быть, скажем, что мы должны быть Мишна. Помните, говорит, что она, кстати, когда приводит, помните, Мишна, тот, который у нее какие-то качества, он из учеников Авраама. Авраама. Те, у которого другие качества, он из учеников кого? Бельама Раша. Бельама, который был злодей. То есть, в принципе, мы должны вести себя, как хорошие дети Авраама. Как ведут себя хорошие дети Авраама. Они всегда направляют свои, скажем так, пути и свои действия в обе стороны. Работа над внутренними вещами, то есть нашей частью внутри народа Израиля, над особенностью народа Израиля, над развитием народа Израиля, на духовных вещах народа Израиля. Вместе с этим мы не забываем никогда нашу ответственность по отношению ко всему миру. Мы от него не закрываемся. И мы должны это делать. И самое интересное, то есть это то, что мы сказали. И поэтому, это приносит благословение, поэтому именно Авраамом мы заканчиваем благословение, а не кем-то другим. Топ, смотрите, урок у нас получится немножко коротковатый, но глобально мы выяснили, то есть то, что я хотел поговорить. У нас жемчужины. Жемчужины – это не вещи, которые не обязательно раскрывают все. Мы познакомились с Авраамом, мы узнали его два важных задачи, и мы поняли, как мы, как ученики, то есть как дети его, как ученики его. Кстати, причем это касается, что и геров тоже. Потому что геры, как они называются, когда они, герой принимают, называются Бен или Бат Абрама Вин, они связывают с его детьми. По этой причине, то есть их этот путь тоже обязывает. Они должны работать, кстати, они больше должны работать. Геры, которые пришли, они работают, должны устанавливать теперь, чтобы их династия, то есть внутри народа Израиля, то есть начало развиваться. То есть нужно строить, почти как Брама Вину повторять. И второе, снова, они еще, кстати, им намного легче, они знают внешний мир, нееврейский мир. То есть раскрывать свет и так далее, дальше, то есть и нести его. То можно нам только пожелать, попробовать преуспеть в этом деле. Надеюсь, Базат Ашем у нас это получится. На этом мы сегодня урок закончим, у нас был немножко коротковатый, но не страшно, иногда можно сделать и короткие уроки. То, всего хорошего, те, кто слушал записи, я выключаю запись здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!